коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня разберем на примере моей сделочки по монетке манера механику торговли пробой то есть визуально я думаю что уже многие знают и запомнили как работать пробой поджатие на торговочку и свобода в пробойной плоскости вполне себе уже торговая ситуация для работы в пробой что происходит в момент пробоя и как происходит то самое поджатие до изнутри немножко разберем никаких особо специальных программ есть торговые терминалы до различные где мы видим стакан в моменте это больше наверное для скальперов подходит кто следит за вот этими всеми движениями я лишь иногда заглядываю в книгу ордеров на бирже я работаю на бинанс криптовалюту просто заглядываю когда мы поджимаемся куда-либо что происходит на этой отметке есть ли там лимитная заявка и уменьшается ли она давайте сначала схематично потом на примере графика разберу торговля была в лонг поэтому всегда у нас есть какой-то уровень есть касание то есть это не в моменте ситуация да это что-то вот локальное либо какой-то дневной уровень особо роли не играет нас интересует ситуация когда мы подходим касаемся уровня и после этого не откатывая начинаем к этому уровню поджиматься что происходит в этот момент на каком-то значении стоит крупная лимитная заявка в данном случае заявка была на продажу подход к этой лимитной заявке отрезает от нее по кусочку и после этого инструмент не откатывает а идет обратно и от заявки отрезаются 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 кусочки и выход в пробойную плоскость должен генерировать импульс то есть мы будем ждать дальнейшего движения если движение будет основана на срабатывание стопов то мы как правило увидим сильный какой-то импульс именно первичное движение но если инструмент ведет себя в целом спокойно то первичного импульса может не быть но анализируя дальнейшее действие что происходит с ценой можно предположить о дальнейшем направлении конкретно в примере давайте так как это было дом значит картиночка когда идентифицирована ситуация значение 139 50 если вы посмотрите на стакан у нас объемы там две-три тысячи монеток и на одной цене стоит 260 тысяч объем 139 50 а выше объема нет то есть мы предполагаем я предполагаю что если лимитку разберут то мы увидим какое-то восходящее движение и понаблюдая за этой монеткой она немножко себя так квадратно ведет никаких особо резких движений не делает поэтому можно позиции посидеть потянуть и высадить движение побольше ну и теперь результат как это было первый вход не открыла здесь буквально но вот 139 50 уровень на 139 52 первое открытие пошел импульс и тут же вернули обратно немножко было не по себе но если эта манипуляция и происходит выход в пробойную плоскость то есть вот здесь пока цена находится лимитка стоит если эта манипуляция и нас затаскивает обратно лимитка должна появиться вновь тогда это чистой воды манипуляции можно работать контр-тренд там переворачиваться и так далее но это такие говорю скальперские подходы я такой не люблю я люблю вот разойти с коротеньким стопом и посидеть значит после того как нас затащили обратно под уровень мы опять стоим но не откатываем то есть мы вниз не идем стопик за последний откат перед вот этим последним подходом привет пробойным и после этого инструмент проваливается появляется еще одна небольшая плотность там 139 99 довольно таки быстро разобрали и поехали дальше утром стали уже выше стоп в безубыток и тянем 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 3 к одному закрытие большего объема был была попытка хода очень резко вкатили не видел вот эту ситуацию начали опять отрастать и появились там опять заявки крупные на продажу закрыл еще часть оставил четвертинку потянуть повыше опять проморгал когда свалились часть зафиксил как это не отдавать в рынок все движение на случай если будет вкат обратно и малой частью уже досидел когда подходили к верху тоже опять остановились и на попытке роста закрыл остаток позиции то есть стопик относительно небольшой движение относительно небольшой в процентном соотношении но довольно таки неплохое по соотношению риск-профит если заходить после отсутствия реакции на ложный пробой 100 стопик можно ставить еще короткие и короче поэтому добавочный вход стоп покороче и средняя цена получается одинаковая движение можно сидеть уже побольше потому что стоп можно подтянуть поближе если мы будем сваливаться то в этом значении да где стоит стоп общий убыток будет в рамках допустимого риска на сделку поэтому когда вы будете работать пробойные модельки можете заглядывать в книгу ордеров на бирже либо там использовать специальные терминалы где видно стакан либо на веб-терминале того же самого бинанса это можно все понаблюдать если стоит лимитка которую разбирают значит мы можем предположить что будет пробойное движение кто-то просто придерживая движение цену от дальнейшего движения тем самым набирая себе позицию по более выгодной цене с целью дальнейшего повышения и заработка на росте цены вот маленькая небольшая хитрость которая должна помочь работать пробойные сделки на следующем занятии обязательно разберем торговлю отбоя точно также от лимитки когда можно заходить и когда нужно убегать что происходить должно на графике вот если интересно понимаете разбираться в таких тонкостях рекомендую свой курс вот будет интересно информации много заходите на площадку картель market ознакомьтесь с программкой оставляйте заявочки и увидимся на курсе пока пока программ и Субтитры создавал DimaTorzok